друзья всем добренькое утречка я отвела младшую школу а сейчас направляюсь в магазин надо немножко подкупить продуктов на сегодня планы приготовить и немножко с вами поболтать оставайтесь со мной друзья забегая наперед скажу кто досмотрит видео до конца тот конце видео узнает где выгоднее скупляться в польше или в германии и какие продукты дешевле в польше или в германии смотрите до конца так друзья я уже сходила в магазин что я вам хочу сказать наверное цены в магазине германии можно снимать каждую неделю и каждую неделю будет уже другой результат во первых я пришла в магазин еще не было восьми часов утра а люди уже были хотя бы кауфлан с теми работают но тем не менее выходила я с магазина еще не было девяти утра и тачек уже практически не было то есть народ активно скупляет продукты ну стоит ли говорить о том что продуктов все так же мало на прилавках самое интересное я хотела купить рыбные палочки и они неделю назад неделю назад стоили 359 сегодня я подошла хотела взять их они уже сегодня стоят спустя неделю четыре девятнадцать ну считайте сами цены растут каждую неделю но сегодня рубрика треньки-теревеньки и я хочу провести анализ цены на продукты в германии и в украину извините я просто только что читала новости но я их читаю постоянно сейчас просто почитала новости посмотрела что сегодня в венеции произошло вчера в запорожье и поэтому уберите по фрейду вылетела по фрейду сейчас сбилась все хочу провести анализ цены на продукты в германии и в польше оставлю ссылочку под видео видео цены на продукты в германии и цены на продукты в польше так вот я себе выписал анализ нет сначала скажу про магазин смотрите мы в польше были в маленьком магазине что-то но 2 дня такие новости видите я не могу сосредоточиться цены на продукты в польше Я вам показывала С маленького города В этом городе что-то там живет Около, по-моему, двух тысяч людей То есть вообще маленький город Мы были в трех магазинах И, в принципе, три магазина посетили Из трех магазинов я вам показывала продукты Поэтому есть вероятность, что может быть Хотя я не думаю, что в маленьком городе Это стоимость на продукты ниже, чем в больших городах Я очень в этом сомневаюсь Потому что, логически рассуждая Сеть магазинов ставит цены на продукты По всей сети одинаково, правильно? То есть, если это, конечно, частный магазин То, естественно, что цены будут отличаться Но магазин Дина, я смотрела, это сеть магазинов Магазин Бедронка, я смотрела, это тоже сеть магазинов по Польше Поэтому я думаю, что цены не особо зависят Единственная в чем разница, что выбор продуктов Он намного меньше, чем, допустим, у нас в магазине Кауфланд В нашем городе Дресвен И в магазинах Польши Забыла город Я там писала, как называется город Я сейчас просто не хочу неправильно его назвать Но если будет интересно, можете посмотреть Это маленький город в Польше Вот И выбор продуктов в Польше меньше Ну, то есть, он не такой широкий ассортимент продуктов Там, допустим, те же сыры Молочка, например, если это молоко То там его два вида Здесь в Дрездене, например, молоко видов 7-8 Ну, даже в маленьком магазине Да Потом там сметана Ну, вот такое вот, да У нас есть выбирать из чего А в Польше это вот Либо там 2-3 наименования Либо это вообще там Ну, вот яйца, например, одно наименование И все, как бы Ну, хочешь выбирай, хочешь нет Другого все равно нету По поводу еще продуктов такое В Польше, например, картошка продается грязная Честно говоря, уже в Германии настолько я привыкла Что картошка красивая Она помытая, она чистенькая Она выглядит эстетично А в Польше картошку, как выкопали Так ее на прилавок и положили Хотя, хотя, с практической точки зрения Если картошка помытая, она плохо хранит Ну, она хранится хуже, чем немытая картошка Картошка, облепленная грязью, хранится лучше Чем помытая Ну, это, по-моему, уже все знают Да, те же овощи, если они помытые Они хранятся Ну, срок хранения у них меньше Те же фрукты, да Если вы там помоете сливу И не ставите ее есть И положите То она дома храниться, естественно, не будет Вот Что еще по поводу магазинов Ну, такого большого Даже тот же магазин Бедронка Он, как бы, считается как супермаркет Это сеть магазинов, я уже говорила Он достаточно большой Но, опять-таки же, выбор, опять-таки же, небольшой Потому что я, например, хотела купить торт У нас был повод кое-что отпраздновать И я в тех маленьких магазинах торт вообще не нашла Мороженое, да Ну, там, сладости всякие А мне, конечно, ну, мне хотелось именно торт Вот И в Бедронке торт был Был торт и были пирожные Тортов 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 Как правильно? Торт Тортов, значит Нет, тортов 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 Было два вида Это был медовик Еще какой-то И два вида пирожных Тирамису и заварное И все И больше выбора нету Ну, как бы, не знаю В Украине, например, даже в маленьких магазинах частных Выбор тортов Тортов Тортов, да Большой Ну, то есть Можно зайти в маленький магазин И выбрать там и шоколадный И фруктовый И с белыми коржами То же самое касается пирожных То есть как-то их много Не знаю В Германии, конечно С выпечкой В магазинах Ее нету Я уже, по-моему, рассказывала Да То есть Все Торты Торты Пирожные Они все В супермаркетах Продаются в замороженном виде Если хочется какую-то выпечку Как говорится Не замороженную И не целый А кусочек То это просто Надо идти в пекарню И покупать в пекарне Но мне не нравится Ни там, ни там Так Это я сказала Ассортимент Вот Еще в чем разница Значит В Германии В магазинах Фактически Колбасу Купить Килограммом Или палкой Ну, почти Нету Такой возможности По-моему Палочками И то Это два вида Продается Молочная колбаса Копченую Вот Чтобы купить Палку Копченой колбасы Я, например В Германии Еще не видела Может где-то И продается Но я не видела Я рассказываю Только про Свои впечатления И свое мнение Я не претендую На то Что это Правда Абсолютная Но я говорю О том Что я лично Видела И знаю Вот Поэтому Если вы будете Мне писать в комментариях Что это неправда Так не может быть Я вам говорю То, что я видела Палку колбасы Я в Германии Не видела Ну, я не знаю Может где-то продается Может я знаю Есть Эти Как это Фермерские магазины Я в них не была Не была фермерских Не была В этих В турецких магазинах Поэтому не знаю Может там что-то по-другому Когда-то доберусь Сниму Обязательно расскажу Но я не ходила Был локдаун Никуда не пускали В общем Не было возможности Сильно ходить По магазинам И как я уже говорила Не я Я это не люблю Не мое это Шоппинги По магазинам Хоть продуктовые Хоть какие Не мое Все Не люблю Я устаю Очень от этого Так В Польше Все Можно купить Килограммами То есть Если в Германии В основном Колбаса Это уже нарезанные Такие Как планшетки Под целлофаном То в Польше Все это Килограммами Взвешивается Ну Как раньше Например Было Да Вот Еще в Польше Я нашла сосиски В искусственной оболочке Мы очень Любим такие сосиски В Германии Я таких Не нашла Их нету Потому что В Германии Все сосиски В натуральной оболочке Так По этому поводу Сказала Ну Так Вроде бы Все Перейдем к ценам Значит Смотрите Я Тогда В видео Показывала Цены В Польше В злотых Я села Себе Тут на листик Написала И списала Тут Писарчук Писала Считала Вот И Попереводила Пересмотрела Все сама Свои видео Все переписала Цены Что у меня На видео И Попереводила Из злотых В евро И что я вам Хочу сказать Цены В Польше Ниже Чем В Германии О Такой момент Цены В Польше Ниже Чем В Германии И Тут Очень Важно В некоторых Ну вот Мы были В двух Магазинах Да Один Был частный Магазин Один Дина Один Бедронка Так вот В некоторых Магазинах На Продуктах Которые Ну Будем Гарить Про мясо Да Я про другое Не знаю Я мясо Видела Это можно на видео У меня посмотреть Значит Мясо Которое Уже Распаковано В упаковке На нем Написано Значит Стоимость Злотых Вес Итоговая Злотых Это Будет Одна Сумма Там Ну Грубо Говоря Там Я К примеру Два Евро Допустим Да А если Вы Это Же Покупаете Но За Евро То Это Уже Будет Три Евро Да Вот Такое Я Выяснила И Мне Еще Сказали По секретику Что Еще В разных Магазинах Хозяева Имеют Право Устанавливать Свой Курс И Переводить Со Злотых В Евро По Собственному Там Установленному Курсу К Чему Я Это Если Вы Приехали В Польшу И Хотите Скупиться Выгодно То Скупляетесь Или За Злотые Или С Карточки Если Вы Будете Скупляться За Евро То Это Будет Дороже Чем Есть На самом Деле В Польше Не Поняли Да Наверное Это Наценка За Конвертацию Валют За Валютные Операции Наверное Я Так Думаю Скорее Всего Это Все Учтено Уже Но Тем Не Мы Покупали Все Не За Наличные Не Покупал А Еще Интересно По Поводу Злотых Евро Когда Я Вылетала Из Польши Самолетом И В Дьюти Фри Хотела Купить Воду В дорогу В самолет Воду Жевать Что Такое Вот Естественно У меня Не Было Злотых И Я Говорю Как Можно Рассчитаться А Она Говорит Можно Долларом А Можно Евро Ну Естественно У меня Были Евро Я Даю Евро А Она Мне Сдачу Дает Злотые Класс Я Рассчитаюсь Одной Валютой А Сдачу Мне Дают Злотыми Она Говорит Какую Б Валюту Вы Нам Не Дали Хоть Евро Хоть Доллар Мы Сдачу Дадим Злотыми Но Это Так Вдруг Кому Пригодится Так Поэтому Мы Выяснили Что Если Скупляться В Польше То Лучше Скупляться Злотыми Но Не Евро Наличные Потому Что Это Другая Цена Будет Это Я Уже Потом Когда Сидела Считала Деньги Это Все Выяснила И Получается Мы Клубнику И Черешню Покупали За Евро И Я Подозреваю Что Купили Мы Ее Дороже Чем Если Мы Покупали За Злотые Ну В общем Так У Них Есть Так Что У Не Буду Все Перечислять Потому Что Я Действительно Тут И Списала Все Что Могла И Списать Все На Свете Сравнивала Уже Чтобы Не Морочить Голову Я Сделала По Итогу Так Смотрите Я Написала Себе Где Она Вот Вот Написала Значит Основные Продукты И Написала Вот Продукты Тут Написала Германия Тут Написала Польша И Написала Цены На Эти Продукты И В Итоге Посчитала Смотрите Я Написала Значит Свинина Курица Яйца Картошка Лук Цукини Помидоры Огурцы Клубника Бананы Сосиски Сливочное Масло Подсолнечное Масло Любимая Туалетная Бумага Куда Без Нее И Твердый Сыр Весом За 1 Килограмм Стоимость Потому Что В Германии Все Уже Разрешено Как я говорила Колбаса По кусочкам А в Польше Это Килограмм Круглые Куски Сыра И ты сам Говоришь Сколько Тебе Там Отрезать То есть Там Идет Стоимость За Килограмм И что Я вам Хочу Сказать Я Посчитала Все Наименования Цена Германия Цена Польша И в итоге Получилось Вот этот Вот Список В Польше На Евро Чтобы Было Понятно На Евро В Польше На Евро Я бы Купила На Сумму 34 Евро 97 Центов А В Германии Я бы Все Вот Это Купила На Сумму 64 Евро 46 Центов То есть Понимаете Да 35 И 64 Практически В 50 Процентов Разница И Теперь Я понимаю Почему Нам Немцы Сказали Что Они Ездят Скупляться В Польшу И Еще Почему Во-первых Получается Там Продукты Дешевле Особенно Вот Мясо Яйца Овощи Ну Вот Так На Скидку Я вам Скажу Значит Что Тут Клубника В Германии Стоила На тот Момент 6 Евро Килограмм В Польше Мы Купили Килограмм За 3 Евро Ну Понимаете Да Разницу Вот Мясо Дешевле Вот Особенно Магазин Дина Мне Очень Понравился Я Рассказывала Что Там Даже Могут Вам Сделать С Вашего Мяса Фарш Что Очень Удобно Вы Знаете Что В этом Фарш Потому Что Я Говоря Никогда Готовый Фарш Не покупала В Украине Я Как-то Ну С Недоверием К этому Относилась Я не знаю Что туда Перекрутили Больше Не знаю Вот И Выходит Что Во-первых В Польше Выгоднее Скупляться Продукты И Нас Еще Просили Привезти Сигареты И Получается Мы Привезли Сигареты Блок Я Не помню Название Сигарет Ну Блок Короче Стоит Блок По-моему 10 пачек Да 30 евро А В Германии Сигареты Стоит По-моему Пачка 8 евро Ну То есть Это Получается 80 евро Блок И 30 евро Блок Ну Как бы Разница Есть Да И Поэтому Люди Ездят В Польше Скупляться И Сигареты Себе Покупают И Продукты Покупают Ну Бензин Немножечко Там Дешевле Не сказать Так Чтобы Глобально Но Все В итоге Стоит Того Честно Говоря Еще По-поводу Продуктов В Польше Мне Очень Понравились Есть Грунтовые Огурцы То есть Настоящие Грунтовые Огурцы Не вот эти Гладкие Полметровые А вот такие Маленькие С пупырышками Как положено И Очень вкусные Помидоры Вот такие Большие Хорошие Мясистые Вкусные Помидоры Здесь Я покупала В магазине Ну Они Не пахнут Они Не вкусные Они Вообще Пластмассовые На мой взгляд Нет смысла Почему мы Постоянно Покупаем Черри Потому что Они Хотя Бо Имеют Вкус Вот эти Большие Не имеют Вкуса Совсем Никакого Совершенно От слова Совсем Вот такая История Коротенькое Видео Получилось Может быть Кому-то Будет Полезно Может быть Кто-то Живет Рядышко Может быть Кто-то Не знал Что В Польше Можно Скупляться И это Очень Выгодно И Особенно По мясу Особенно Вот такая Вот история Спасибо Что досмотрели Меня до конца Всех Люблю Целую Всех Буду Украина Пока 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 Субтитры 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 Субтитры